И поэтому даже другие люди, они могут идти не на личность, они идут именно на звуковую частоту, которую они узнают, которую они слышат. Поэтому и случается так, что с первого касания вас влюбляются, с первого касания вас хотят покупать, с первого касания с вами хотят быть, с первого касания с вами хотят остаться, с первого касания с вами хотят взаимодействовать, потому что происходит глубочайшее узнавание на уровне духа. Друзья, всем привет! Меня зовут Виктория, и добро пожаловать в мой авторский проект «Мир как отражение». Ведь сам мир, который мы видим, это всего лишь отражение самой естности, самого сознания, самого божественного присутствия или сути, которое познаёт само себя через упаковку формы того, чтобы можно было себя увидеть. Вот такая вот история. Если вы уже всё понимаете, о чём я говорю, то вы готовы воспринимать всю информацию на этом канале или в Телеграм-канале, там вообще сплошной поток, животворящий поток и так далее и тому подобное. Поэтому добро пожаловать, устраивайтесь поудобнее, смотрите мои видео, эфиры в Телеграме, посты читайте. Очень много чего включается в разворот того, кем вы являетесь и кто вы есть такой на самом деле. Сегодня мне пришла идея распаковать тему звучания, того, как вы являетесь собой, как вы являете себя из себя же. Почему важно звучать то, как именно вы чувствуете это звучание, как именно вы хотите что-то проявлять, как именно вы хотите, не как личность вы хотите что-то проявлять, а как само явление является через ваши слова, через упаковку вот этих вот форм. Почему это важно делать? В инфобизнесе или в бизнесе есть такая стратегия выявления потребностей клиентов, людей и так далее и тому подобное, что ведет за собой больше напряжения, больше деланий, больше каких-то надо, больше суетологии, больше ограничений в том числе, потому что вы точечно пытаетесь подстроить свой божественный поток под какую-то определенную форму, и тем самым предаете себя же как явление, переделывая тот поток, который льется из вас, думая, что это правильно. Но правильно существует только лишь в формате эго, в формате личности, потому что именно здесь есть причины и следствия, мораль, нравственность, надо получить, надо заработать деньги, и любые вообще всякие разные формы проявленности, в которые залипает ум, в которые залипает личность. И тем самым, когда вы опираетесь на какие-то слова, потребности, чтобы быть понятым другим человеком, чтобы больше клиентов пришло на вас, чтобы что-то вот как бы лучше как-то упаковать, понятнее и так далее и тому подобное, или даже просто в отношениях, в дружбе, чтобы вас понял человек, чтобы... Короче, вы не являетесь самим собой, вы ломаете себя, вы ломаете тот язык пространства, на котором вы хотите говорить, но из-за каких-то ложных убеждений вы что-то подстраиваете, и уже не являетесь тем божественным присутствием, той безусловной любовью, которой вы есть и кем вы являетесь. И тем самым вы погружаетесь во всю вот эту вот матричную коробку, во всю эту коробку правил убеждений системы, где, например, вы можете попадать в теневой бан, где вас могут не слышать, где вас могут не распознать и так далее и тому подобное, потому что вы сливаетесь с системой, вы сливаетесь с копиями и не являете свою уникальную естьность, потому что в момент явления импульсов, в момент самоявления жизни вы всегда свежий, вы всегда являетесь собой же, а это значит, что вы всегда вкусный, и вас всегда видно, вас всегда заметно. Почему же важно говорить на том языке, который называется вами же, на том языке, который идёт из вас же? То есть вы не дебил какой-то, если вы что-то говорите, а другой человек вас не понимает. Вы не дебил, вы просто говорите на том языке, который является в вас же, из вас же. И другие, условно, люди, которых условно, ну как бы их нет, другие, это понятия для ума. Но на ваше звучание приходят созвучные люди, которые узнают упаковку вот этих форм слов через звуковые колебания, через вибрации, через вибрации даже тех слов, которые человек читает у себя в голове. Вот он читает текст, читает там ваш пост, читает сообщения, и он улавливает не мыслеформы, а он улавливает сами вибрации того, как эти слова звучат. То есть даже если он слова не понимает, потому что ум-то мыслит формами, мыслиформами, словами, он какие-то значения налепляет, какие-то образы, какие-то, что с этим делать, что с этим можно делать, что бы с этим делалось и так далее и тому подобное, то здесь, отметая ум, когда он не понимает, что это за слово, включается в человеке в другом, вот в этой форме отражения, включается само чувствование, узнавание себя же. Поэтому вы априори цепляете струны души, струны самой естьности, то, когда вы говорите на том языке, который идёт потоком из вас, который оформляется в слова, в само говорение, и вы не думаете, как нужно сказать правильно. Вы просто являете то, что само является, являете то, что само есть. И как раз-таки это убивает вообще весь теневой бан, это вот эту слепоту, теневую слепоту, вот эту замыленность общих форм, систем. Это всё уходит, и вас видно, вас слышно. Потому что вы являете себя как себя, не как личность, не как гордыню какую-то, которая присваивает все вот эти результаты делания, а вы являетесь собой, вы являете себя же, как божественную суть. Вы реализуете саму тишину, вы реализуете себя как себя, как само пространство. Это всё реализуется как сам божественный поток, который легко протекает и выливается во что-то, что может быть непонятно уму, но понятно и узнаваемо самим духом внутри каждого из вас. Человека это как маска, внутри каждой маски происходит вот это узнавание, что, о боже, да, это дом, это чувство дома, это чувство чего-то такого, что необъяснимо, но ощутимо. Безумно важно не думать о том, как правильно упаковать в форму какие-то ваши мысли. Ну, не то что ваши мысли, а вот поток того, что идёт. Не надо думать, важно просто это являть. Просто называть то, как это называется вами. Таким образом распаковывается сама естьность через ваш уникальный вообще формат, вашу уникальную звуковую вибрацию. Эта уникальность, она всегда считывается, она всегда видна, её невозможно не заметить, она выбивается, она пробивает вообще абсолютно все алгоритмы инстаграмов, соцсетей, реклам, прочее, прочее. Она просто является и случается с другими людьми, у которых есть импульс на том конце. Это всегда созвучие, это всегда самоузнавание себя же в себе же через форму, потому что это всё отражение себя же. Слова, которые идут не из норм, логики, правил, действий, надо, алгоритмов и так далее, потому что это всё как раз действует в формате матричной системы, в формате правил, в формате этой иллюзии, но это уже явление духа, это уже явление духа, пространства, поля, пустотности, вечности, которое включает в себя в том числе и матричную систему. Поэтому вы становитесь видимыми везде, всюду и сразу. Когда другие люди читают ваши слова, они читают не слова. Если они как бы отключают ум, они видят вибрацию за этими словами. И поэтому даже другие люди, они могут идти не на личность, они идут именно на звуковую частоту, которую они узнают, которую они слышат. Поэтому и случается так, что с первого касания вас влюбляются, с первого касания вас хотят покупать, с первого касания с вами хотят быть, с первого касания с вами хотят остаться, с первого касания с вами хотят взаимодействовать, потому что происходит глубочайшее узнавание на уровне духа. И когда вы говорите на языке вашего сердца, на языке самого ощущения, то вас начинают слышать. Вас начинают не то, чтобы даже слышать умом, вас начинают узнавать. Само сознание начинает узнавать себя же, вас же на том языке, на котором оно звучит. А это язык вот этих вот самоощущений. Это узнавание, которое не понять умом. Это само узнавание, которое происходит на уровне непередаваемом, на уровне непонятном для ума. Вы просто безусловностью касаетесь безусловности, но вы её узнаёте. Поэтому именно сейчас так важно не проводить там какие-то совещания, не проводить там КСД, какие-то опросы и так далее и тому подобное, потому что это странно опираться на что-то, чем вы не являетесь, а являться именно той сутью, которая легко льётся через вас, оформляясь вот в какое-то такое говорение. И тем самым вы начинаете танцевать вообще с этим пространством очень легко, свободно, красиво в своём танце с людьми, которых вы любите, которые вас любят. Очень красиво, живо раскрываться. Какие-то прекраснейшие клиенты нового уровня, прекраснейшие вообще люди, друзья, коллеги, незнакомцы на улицах, с которыми вы сразу включаетесь, опять же, в резонанс, в резонирующую чистоту самого пространства. Это всё является неким преображением, метаморфозой. Метаморфоза — это то, как называется мой практикум, который стартует 28-го числа. Он будет идти два месяца. Это два месяца живого пространства с самой собой, с самой сутью, с самим животворящим потоком. То есть то, когда вы опираетесь не на личность, не на формы ума, не на правила, на эту иллюзию, в которую вы поверили, где есть напряжение, где есть надо, а это то, когда вы разворачиваетесь в саму естьность момента, и когда вы позволяете вот этой животворящей силе, животворящей энергии проявляться вот так вот, вот так вот, как она идёт, легко, и тем самым преобразовывая всю вашу вот эту вот картинку, которая есть, которая вас окружает. Подробнее вы можете всегда ознакомиться с информацией в ссылке, в документе. Я очень дописала вот такой текст, который непонятен, он может быть непонятен, но он понятен той части, возможно, которую вы ощущали давно, но которой вы не позволяли действительно вот являться, как оно идёт. Новое восприятие жизни, новая эра, эволюция мышления, эволюция самоосознания, наконец-то посмотреть на то, что является, наконец-то отстать от себя же, отпустить контроль и просто жить, и просто позволять самим ощущениям случаться, не залипать, не задерживать, а просто пропускать. Рекомендую вам также подписаться на мой телеграм-канал, потому что именно там идут вообще от сердца потоковые послания, потоковые сообщения, вообще смыслы, которые приходят и которые сразу же касаются импульсом того конца, то есть вот как бы других-других людей, и это, ну, непонятно, как происходит, но в нужное время, в нужном месте, как пазлик, всё случается, и вы достаете для себя какие-то определённые ключики, которых вам не хватало, возможно. Это интересное поле, это интересное живое пространство, поэтому добро пожаловать и со мной ознакомиться подробнее можно точно так же в ссылке в инфобоксе под этим видео. Люблю вас, обнимаю, пока-пока!